Добрый день! Сегодня я хотела вам показать три игры, которым уже больше 50 лет, но они, несомненно, заслуживают вашего внимания. Одну из игр вы уже видели, другие две на своем канале я показываю первый раз. Итак, начнем. Первое, что я вам хочу показать, это математический планшет, геоборд, геоконд, волшебная дощечка, у него очень много названий, и наверняка многие из вас уже видели что-то подобное. Раньше, в советское время, они были практически в каждой семье. Сейчас они вновь начинают набирать популярность за счет того, что их начали приписывать к системе Марии Монте-Сори, к которой они, впрочем, не имеют абсолютно никакого отношения. Но сейчас вообще, в принципе, такой тренд. Если ты хочешь продать какую-то игру, пособие, напиши на ней Монте-Сори, и все, и процесс пойдет. Но мне, в принципе, безразлично, на самом деле, как ее можно называть. В любом случае, смысл такой, что вот это у меня уменьшенная версия для малышей. В классической версии не три на три, а пять на пять, да, вот этих штырьков. Что это такое? Это математический планшет, который был придуман в 70-е годы прошлого века, в 1970 году. Математиком, педагогом. Гатиньо, по-моему, у него читается фамилия, точно вам не скажу, не помню. Но смысл в том, что он достаточно популярен в определенных кругах, особенно среди психологов. Почему? Потому что как раз именно он первый заговорил о том, что ребенок затрачивает слишком много энергии на то, чтобы понять принципы различных школьных предметов, таких как математики, геометрии, физики. И наша задача, как педагогов, подобрать ему такой дидактический материал, который позволит ему сэкономить эту энергию и направить ее уже потом в какое-то другое русло. И вот он занимался тем, что создавал различные вот такие помощники для того, чтобы ребенку упростить задачу, освоить азы каких-то там предметов, в данном случае геометрии. Что нам дает рисование резиночками? Ребенок легче понимает и усваивает то, что он может сделать своими руками и потрогать. То есть помимо основных органов, чувств, которые участвуют в познании нового материала, мы добавляем еще и сенсорику. Мы добавляем то, что ребенок может потрогать и самое главное сделать самостоятельно. Когда ребенок делает самостоятельно, он запоминает намного быстрее. Мы можем ребенку наглядно продемонстрировать то, что этот треугольник и этот треугольник. И здесь и здесь три угла. То есть да, вот они штыречками обозначаются. Можно вводить с двух с половиной лет вот эти вот штучки. Можно попробовать, если не использовать вот в прямом назначении, то из двух и с полутора лет дети любят поиграться с резиночками. Но я вам сейчас буду рассказывать, как его использовать для развития логики, мышления, математических способностей и прочего. То есть там вот объясняем. Потом ребенок можно наглядно увидеть методы трансформации фигуры, формы и размера. Как мы делаем из треугольника? Мы сделали четырехугольник. Теперь и здесь, и здесь четыре угла. Несмотря на то, что это квадрат, а это прямоугольник. Также мы и посчитали с ним. Мы можем трансформировать. Когда мы делаем, например, это на доске, на листке бумаги, нам нужно либо перерисовывать, зачеркивать. Это, опять же, затрата энергии. На геоборде это делать гораздо проще. Помимо этого мы ребенку даем понятие симметрия. Да, вот они симметричные. Очень хорошо это на треугольниках показывать. Симметричные треугольники. И вот здесь мы ему показываем, что они несимметричные. Для чего нам нужно объяснять это детям и показывать это детям? Это нужно не для того, чтобы ввести какие-то простейшие геометрические понятия, для того, чтобы ваш ребенок впоследствии не имел проблем в школе, либо в институте с этими дисциплинами. Вот эти все задания, они развивают индуктивное и детективное мышление у ребенка. И, опять же, если мы возьмем, например, полный комплект, а в полном комплекте всегда у нас резиночки разных цветов и размеров. Вот у меня здесь красные коротенькие, зеленые подлиннее, желтые совсем длинные. Всегда идут фигуры. Круг большой-маленький. Квадрат большой-маленький. И треугольник. Также большой-маленький. И пособие. Вот у меня, опять же, повторюсь, версия для маленьких детей совершенно. Называется «Волшебная дощечка». Здесь есть примеры, как составлять картинки. Эти картинки нам нужны для того, чтобы составлять схематическое изображение предмета. Для чего? Когда ребенок учится мыслить образами, схемами, символами, он развивает в себе такой навык, как выделение главной мысли, центральной темы, ключевого критерия, ключевого параметра, предмета, объекта, субъекта, неважно. Согласитесь, это очень полезный навык, который пригождается и в гуманитарных дисциплинах, если мы говорим о школе и о вузах, и в принципе в жизни. Когда ребенок может увидеть суть, главные, главные мысли, центральные. Что в этом, например, в машинке, да, как можно изобразить, там покажу, например, ну домик, всем понятно, но вот, например, тучка и гроза. Следующая головоломка, которую я вам хочу показать, игра, это кубики Никитина, тоже из советского прошлого, скажем так, ей тоже уже больше 50 лет, не вот этой конкретной, но вообще, в принципе, самой идеей. Ну, вот это, кстати, одна из первых головоломок Никитина, сложи узор называется. Еще мне нравится очень уникуб, но она, да, 3D-моделирование практикует у детей, но вот если вы покупали уже IQ-кубики, о которых я рассказывала в одном из прошлых видео, там очень много заданий из уникуба. И смысла, например, покупать уникуб нет уже, потому что будут задания повторяться, один и тот же навык отрабатывать разными пособиями. Если у вас один ребенок, да, только данного возраста, то, в принципе, нет необходимости в этом. Что здесь? Здесь кубики, с которых нужно складывать узоры. Узоры, опять же-таки, по схемам. Начинается все с достаточно простых. Вот с таких уже в 2 года вот с этим ребенок вполне может справиться. Это тренирует у него не только цветовое восприятие, восприятие формы, фигуры, но и навыки конструирования. Задания вот в этом пособии идут от простого к сложному. Дальше уже совсем, такие без рамок, которые уже не обозначено место, где заканчивается один кубик и начинается другой. Делается лучше всего непосредственно вот в коробке, потому что когда у ребенка есть границы, он не распыляется, лучше сосредотачивается. И эффект от обучения гораздо выше. Опять же, зачем нам нужно? Зачем нам нужно вводить навыки моделирования, конструирования и развивать вот на таких пособиях свои математические способности? Опять же, повторюсь, что это нам нужно не для того, чтобы ребенок у вас преуспел по тем или иным дисциплинам. Хотя и в этом, в принципе, я не вижу ничего плохого. Если ребенку будет с меньшим трудом и с меньшими усилиями даваться школьная программа по математике, алгебре и геометрии, не думаю, что это плохо. Но основная задача вот таких вот пособий, которые мы вводим с двухлетнего возраста, это развитие образного мышления и запуск таких мыслительных процессов, как сравнение, анализ и синтез. Согласитесь, тоже очень важные навыки, которые мы можем отработать, просто играя с ребенком. Кстати, вот к этим кубикам еще существуют журналы. По-моему, вот они как раз тоже Воскобовича, потому что Воскобович очень многое адаптировал из того, что выпущено в 70-е годы под современные реалии. Поэтому посмотрите, к ним есть журналы с заданиями, которые помогут разнообразить все это дело. Ну и третье, что я вам хочу показать, то, что вы уже видели у меня неоднократно, это мозаика. В этом видео я просто хочу показать ее развивающий потенциал, потому что это не только то, что мы собираем картинки, играем по образу и подобию. Но вот сейчас покажу еще, какие развивающие задания. Ну вот, что первое вытянуло, да? Ну, изначально, да, конечно, мы учим ребенка собирать. Собирать мы учим таким образом, что мы закрываем картинку ладонью, линейкой, листочком бумаги. И повторяет ребенок у вас по одному рядочку. С двух с половиной, с трех лет вы можете просить ребенка уже повторять вот эти картинки. У детей получается, в три года уже может свободно у ребенка получиться собрать ту или иную фигуру. Ну, как использую ее еще я. Так, сейчас посмотрю, что я достала. Ну вот, например, простейшее задание. Я ставлю красную точку в центр поля и даю ребенку вот такое задание. Предварительно я провожу беседу о том, что стрелочка вверх обозначает, что ты вверх от красной точки ведешь. Стрелочка вниз обозначает вниз, да, то есть вот мое задание. От красной точки мы отсчитываем, здесь видно, нет, вверх. Три желтые, и ребенок ставит мне три желтые. Потом тут у меня четыре желтые вниз. Ребенок ставит мне вниз, влево. И потом я проверяю у него вот это задание. Тоже мы работаем над пространственным мышлением, над восприятием положения фигуры на плоскости. Навыки счета отрабатываем, то же самое цветовое восприятие и все что угодно. И даю еще вот такие задания. Ну, сейчас это они у меня от руки. Я когда придумываю, я всегда сначала от руки пишу, а потом уже переношу на другие носители. У меня здесь что? Да, вот он. Первый ряд. Четыре пустых клеточки, четыре красных, две желтых, две красных. Второй ряд, он обведен у меня в кружочек. Три пустых, семь красных. И ребенок вот так у меня собирает. Сразу обращаю внимание на то, что мы начинаем учить ребенка собирать правильно. Снизу вверх и слева направо. Обязательно все, весь счет, все письмо, не знаю, вот все вот эти пособия, которые на построение. Мы всегда учим ребенка изначально делать правильно. В нашей стране пишут слева направо. Мы учим, соответственно, слева направо все делать. Вот таких заданий у меня очень много. Я их делаю, потому что ребенок через какое-то время может получить задание, вспомнить, что он уже это делал и получается в итоге у него там фигура звезда. И просто начать уже жульничать, собирать звезду. Поэтому вот таких заданий я всегда готовлю очень много. Это что касается развивающего потенциала мозаики, что на ней можно не только рисовать, но и вот заниматься математикой таким образом. Вот показала вам свои любимые три игры, которые я люблю очень много лет уже и которые будут еще очень много лет работать, работать на достижение определенных целей. Сейчас, вы знаете, педагогика, которая внешкольная, по сути дела, сводится к привитию ребенка всего лишь двух ключевых навыков, которые требуют от него современное общество. Это умение создавать и умение продавать. Как бы это ни звучало, мы учим ребенка создавать. И когда я говорю продавать, это я говорю о том, что мы учим ребенка коммуницировать с людьми, мы учим ребенка построению грамотной речи, предложений, мы учим ребенку составление логической цепочки. Без этих навыков в современном мире, к сожалению, существовать весьма непросто. Всем спасибо за просмотр, всего доброго. Попишите комментарии, если у вас есть какие-то игры, которым уже очень-очень много лет, но которые горячо вами любимы, напишите мне, расскажите. Возможно, я что-то упустила из вида. В следующем видео, в одном из следующих видео, я расскажу о развивающем потенциале такой игры, как домино, и покажу и сделаю обзор на домино Чеплыгина, который обучает быстрому счету устному счету детей. Всем спасибо за просмотр, всего доброго, до свидания!